Давайте поставим плюсики, если меня слышно хорошо. Отлично. Сегодня мы проведем... Прекрасно, спасибо. Сегодня мы проведем занятие, как обычно. У нас, правда, был небольшой перерыв технический. Слышно хорошо, да? Сейчас мы загрузим слайды. Я вас попрошу подождать пару минут. Сейчас мы загрузим слайды наши. И мы начинаем. Давайте немножко отдохнем. Пару минут. Спасибо. Начинаем. Итак, мы начинаем наше занятие сегодня по плану. Перерывы у нас хорошие новости, много хороших новостей. Я думаю, что мы все будем довольны. Итак, мы начинаем. Итак, мы начинаем. Прежде всего хочу сказать, что у нас прошла конференция. Аксесс-маркетинг прошла конференция. Вы знаете, приезжали туда люди с разных стран. И отчет, полный по конференции у нас будет в ближайшее время от компании. Компания сейчас все берет в свои руки. Мне это очень нравится. Компания подготовила хороших специалистов. И в ближайшее время у нас пройдет вебинар полностью по отчету. Я, конечно, сегодня скажу немного. Но основная информация будет передана от компании в ближайшее время. Возможно, даже в эту среду. Потому что все возвращаются в эти выходные. Вот сегодня все возвращаются. И я думаю, что в среду у нас будет отчетная конференция. Подробности, подробности. Потому что очень много всего. Очень много всего. И следите за информацией. Следите. Потому что будет, возможно, даже в среду сообщат, что будет в среду. Возможно так. Прошла конференция в Лас-Вегасе. Прекрасный город. Вы знаете, я говорю, что всегда для того, чтобы отвлечься, нужно всегда приезжать в Лас-Вегас. Это очень красивый город. И те, кто приехал, конечно, получили наслаждение. Причем люди к тем трем дням, которые была конференция, взяли еще дополнительные дни себе. Обычно неделю берут в Лас-Вегасе. И посмотрели. Посмотрели Лас-Вегас. Посмотрели гостиницу, которая проходила. Проходила конференция. Это была очень красивая гостиница. И конференция... На конференцию приехало порядка 700 человек. То есть очень много людей было на конференции. Вы получите подробный отчет. Я думаю, что очень много фотографий сделано. Очень много. Очень много всего у всех. И я думаю, что те, кто там были, было очень красиво. Даже красивее, чем в прошлом году. Все было организованнее, красивее. Ну, как обычно, выступающие те же самые. И прекрасно был организован и отдых. И все повеселились. И выступали, и награждали. И экскурсии красивые были. Очень красивые вещи в Лас-Вегасе можно посмотреть. Вот эта вот дамба, эта электростанция, которая построена была еще в 30-е годы. Это первая электростанция в Америке. Я думаю, она самая высокая. Она огромная-огромная электростанция. Там огромные... Есть что посмотреть. Большой каньон в Лас-Вегасе. Я не буду сегодня делать такую экскурсию по Лас-Вегасу. Но я думаю, что в следующий год, я почему-то в этом убежден, что в следующий год будет очень много народу из России. Имеется в виду из стран бывшего СНГ. То есть с нашей русскоговорящей командой. Потому что аксесс-маркетинг полностью меняется. 100%. Разворачивается на 100%. Стеф Реннер хочет сделать очень амбициозную компанию. Я вам скажу просто несколько, так сказать, моментов. Мои, так сказать, выводы. Лично мои. Поскольку я знаю, что говернант Соединенных Штатов, начиная где-то с февраля месяца, он изменил немножко политику. Изменил немножко политику в отношении компании. И в отношении, скажем, дохода, который люди могут получить просто так. Поэтому компания разворачивается строго на продажи. Строго на продажи. Ну, прежде всего, сразу хочу сказать. Люди, которые положили сюда деньги, ни один человек не пострадает. То есть, если люди, которые только что вошли новенькие, которые рассчитывали, так сказать, просто получать деньги с iPoint, просто, значит, к сожалению, просто так с iPoint компания платить не будет. Будет по-другому. То есть, я давно, на самом деле, я давно об этом думал. Я вам всегда говорил, что iPoint, то есть, то, что прибыль платится ежедневная, это не совсем хорошо. Это, во-первых, сложно посчитать, сложно определить. Ну, много разных особенностей. И когда прибыли нету, когда идут большие, скажем, там, расходы и прочее, то есть, как бы, когда идут маленькие доходы, ну, нехорошо это как-то, да? То есть, как-то, и вы видите, что в последнее время у нас даже из-за этого спад произошел. Поэтому компания полностью разворачивается на продажу продуктов. И те люди, это будет с 1 февраля. То есть, новая система оплаты будет с 1 февраля. Пока до 1 февраля будет так, как было. Ну, во-первых, сразу хочу, сразу вот в первую очередь, хочу сказать хорошую такую очень новость, что компания сейчас, значит, ну, мы же раньше были кликальщиками, да? То есть, кликали, 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 и люди думали, что это все. Но компания до 1 февраля, то есть, пока она ввела новые такие, для тех, кто любит кликать, она ввела такой новый, как бы, промоушен. То есть, тот, кто будет кликать 100 раз, 100 раз, компания будет засчитывать, как будто 300 раз. Да, вы знаете, реворды. То есть, я представил, что если человек 300 раз кликает, он будет получать примерно 3 доллара в день, это получается за месяц примерно 90 долларов. Ну, тоже неплохо, да? 100 раз прокликали, 90 долларов за месяц. Просто. Следующий момент. Те, кто раньше накликал много кредитов, компания все i-кредиты переводит в реворды. Да? Услышали, да, что я сказал? Или мне еще раз повторить? Все i-кредиты переводит в реворды. То есть, тот, кто раньше много кликал, 5 лет, 6 лет, 7 лет, те люди, у кого там по много миллионов кредитов накликалось, те люди, им переводят в реворды, и реворды мы сможем забрать деньгами. Ну, тоже неплохо, да? Тоже неплохо, то есть, тот, кто накликал, когда люди, я говорил, что берегите кредиты, и кредиты компания потом будет продавать сама. Понятно? Я знал, что кредиты, это будет самый ценный, ну, ценный будет продукт, потому что направление рекламы остается, много хороших продуктов добавляется, очень много. То есть, компания начала делать, я думаю, что у компании очень большое будущее. Она делает, она начала правильно, да? Правильно. То есть, те продукты, которые планировались, они будут введены вместе с новым маркетинг планом. Нам будет, что продавать. Во-первых, в компании открыт университет. Вы знаете, я даже для себя взял, посмотрел, чуть-чуть, программу по этому университету. Там много разных, для молодых, там можно, там и бизнес программы, это серьезный университет. Но, вот лично для себя я взял изучение языков. Там классная программа по изучению языков. Нам всем надо это взять на вооружение, потому что там так поставлены уроки, что вы не можете перейти на второй урок, пока не выполните задание по первому уроку. То есть, вас программа заставляет выучить язык. Можете себе представить? То есть, вы делаете там упражнения, и когда вы сделали правильно, вам открывается второй урок. Все, идете дальше. Это значит, что мы сейчас все будем изучать те языки, которые нам нужны. Кто еще не знает английский язык, его нужно выучить. У нас такая возможность есть сегодня. Плюс компания добавит целый ряд продуктов, очень хороших. Во-первых, направление рекламы. Сейчас они поменяли, набрали хороших людей, хороших людей набрали. И направление реклама, реклама станет, ну, хотят сделать из нее очень серьезную рекламу. То, что хотели все время, да, то есть, сейчас я думаю, что они это сделали. Они уже это сделали. Это значит, что все будет, как было, но немножко центр сменит. Но нам это и лучше. Нам это и лучше. То есть, продали, заработали, все остальное остается. Хотя я всегда говорил, что пока можно было пользоваться, сейчас можно пользоваться моментом. И китайцы, все там, китайцы, японцы, они пользоваться моментом. Они, ну, как я уже говорил, они не смотрят на айпоинты, наши смотрят на айпоинты, мы смотрим на айпоинты, вы смотрите на айпоинты. Айпоинты сегодня, это не самый главный аргумент, хотя я уже еще раз повторю, что ни один человек в компании, компания заявила, что ни один человек, который купил продукт, денег не потеряет, ни копейки, ни один человек, будет как-то по-другому, по-другому компания с нами рассчитает, с каждым, то есть у кого много, у кого есть, компания с нами все равно рассчитается, то есть центр всей прибыли переносится на конец года, и это верно, на акционирование, то есть те деньги, которые нам выплачивались ежедневно от прибыли, вся эта прибыль идет к концу года, ну так положено, понимаете, нельзя придумывать велосипед новый, так во всем мире сделано, какое-то время у нас проходило ежедневно, 6-7 лет, все, нельзя, не потому что компания не хочет, я думаю, компания это сделала не потому, что она так не хочет, потому что так надо, потому что есть правила общие, международные, и так должно быть, для нас, что самое главное, для нас, первое, компания сегодня имеет шикарный офис, я не буду показывать картинки, мы их все знаем, этого офиса, компания имеет сегодня систему выплат, реальную, налаженную, компания имеет сегодня хорошие продукты по созданию веб-сайтов, по созданию, по мобильным сайтам, обычным сайтам, то есть, я еще раз повторяю, надо всем делать, плюс система рекламы, которая сейчас усовершенствована, сказали, что система рекламы будет очень действенная, то есть, что-то типа социальной сети, плюс, плюс университет, плюс другие продукты и очень много других продуктов, с 1 февраля они у нас выйдут вместе с новым маркетинг-планом, ну изменения будут, оно будет практически примерно то же самое, но чуть-чуть будут изменения, то есть, суть не изменится, то есть, это означает то, что компания выходит на серьезные обороты, мы же хотим на IPO, мы же хотим быть в мире, поэтому нам нужно сделать то, что нужно сделать, и они это сделают, то есть, главное, ну что некоторые начинают говорить, вот там, значит, компания, там, все там, еще там, что-то, какие-то слова, только начинается сейчас такое, знаете, на серьезном уровне работа, то есть, они делают профессиональную компанию, поэтому, я думаю, что в следующем году, да, нужно иметь терпение, в следующем году Аксесс-маркетинг, русская группа Аксесс-маркетинг себя проявит, значит, на вопрос, поедет ли компания в Россию, Стив Реннер ответил, нет, пока не наладится политическая обстановка, но это не значит, что мы не можем делать по интернету, потому что я предвижу в ближайшие 5 лет огромный взрыв бизнеса в интернете, поэтому, более того, через 5 лет у того бизнеса, у которого не будет веб-сайта, у него нет никакого будущего, вспомните мои слова, что я сейчас сказал, я недавно купил очень дорогой тренинг, очень дорогой тренинг, я его прошел, именно по технической части, по технической части, 15-дневный тренинг, я вам, я когда его освою окончательно, то есть, надо нам переходить на техническую работу, мы должны стать, хорошо разбираться в технике, и с помощью наших, нашей системы, мы очень сможем серьезно продвигать бизнес в веб-сайтах, и я вас этому научу, у меня сегодня эта информация есть, она очень дорогая, каждый из вас в отдельности такие деньги не смог бы заплатить, ну, может быть, смог бы, но это очень большие деньги, я сейчас этот тренинг изучу хорошо, да, то есть, пока я его прошел, но еще не, так сказать, есть еще над чем работать, и когда я разберусь, я вам его подробно объясню, расскажу, я думаю, что каждый будет разбираться в том, как делать рекламу, как продвинуть рекламу так, чтобы, чтобы, чтобы все засверкало, это технические ходы, их надо знать сегодня в интернете, просто так поставить рекламу, это будет ноль, мне некоторые ставят, просто поставил, сегодня это так не работает, это меняется каждый день, я сегодня имею информацию на самом верхнем срезе, та, что будут многие люди, еще через 5 лет к ней информации не придут, поэтому я вам такой тренинг подготовлю, обязательно будем это проходить, сначала освою сам, поэтому я лично очень оптимистически настроен, с аксессом, то есть, полное спокойствие, что все будет хорошо, однозначно, да, то есть, не знаю как, но самым чудесным образом все будет хорошо, у меня предчувствие, что они делают хорошую компанию, они много, так сказать, перетурбаций, ну, мы это чувствовали, вы все чувствовали, да, чувствовали в своем бэк-офисе, что вот что-то происходит, вот, на самом деле, хорошие, да, хорошие, то есть, народ довольный, все там настроены на победы, на победы, все уехали оттуда, да, китайцы, все, ну, просто, так сказать, сейчас будут бомбить, немножко до февраля, для тех, кто не видит полной ясности, они могут чуть-чуть, так сказать, ну, все продолжать кликать, кликать, все продолжать делать, но кто не хочет подписывать новых людей, у кого есть, как раз, непонимание, могут подождать до февраля, февраль, он, как бы, не за горами, да, осталось два месяца, но что же делать до февраля, то есть, мы кликаем до февраля, изучаем, работаем, послушаем всю информацию новую, у нас будет в Торонто, приедет руководство в Торонто, проведет с торонтовскими, проведет занятия, объяснение, все, проведут уже по новой программе, детально, потому что, ну, очень много информации, очень много информации, особенно по маркетинг-плану, по многим изменениям, плюс, онлайне будет Ник выступать, Ник, я думаю, может быть, еще раз повторю, может быть, даже в эту среду будем его просить, чтобы в эту среду нам дали более подробную информацию, и, как только я тоже овладею всей информацией, да, после тренинга торонтовского, который скоро произойдет, плюс, я говорил с Анной Жан, она должна приехать сюда, возможно, раньше будем, все подробности, подробности, все материалы, потому что материалы в Лас-Вегасе никому не давали, да, материалы не давали, и поэтому вот жжем, жжем информацию, чем же нам заниматься сейчас, да, ну, во-первых, во-первых, я подготовил тренинг, тренинг по целям, заканчивается 2014 год, и начинается 2015 год, я вам могу с уверенностью сказать, с уверенностью могу сказать, и себе это то же самое я говорил, что те люди, у которых нет целей на год, да, или не построили цели на свою жизнь, если вы до сегодняшнего дня не имели цели, я вам могу сказать, что вы свою жизнь до сегодняшнего дня слили в унитаз. Не обижайтесь, может быть, я грубо сказал, да, но это так, я и себе то же самое сказал, до того момента, пока у меня не было целей, я понял, что моя жизнь просто жил неверно. Это как строить дом, начать, просто с нуля прийти на стройку, взять кирпичи, набросать кирпичи и начинать строить дом. Вы не можете без плана это сделать, даже если вы гений, хотя мы все гении, это 100%, я вам на тренинге это докажу, у меня порядка 20 пунктов, я вам докажу, что каждый из вас гениален, просто гениален. Так вот, во-первых, можете посмотреть вводная часть моего вступления, кто не слышал, по e-mail, e-mail.com, 113 20 52 26, во-вторых, вы можете, вы можете, кто хочет пройти такой тренинг, вы можете, сейчас я вам напишу e-mail, кто хочет, значит, я вышлю информацию по этому тренингу, может быть, кто-то не хочет, может, кто-то со мной не согласен, я не возражаю, если кто-то не согласен с моей первой фразой, которую я сказал, что если нету цели, то жизнь никогда не будет хорошая, никогда, человек никогда не будет доволен своей жизнью, потому что мы живем чужими целями, чужими желаниями, нужно их свое. Тренинг, тренинг я подготовил 30-часовой, то есть не получается раньше, все, что за 18, 20 лет я готовил для себя, я выплесну, я отдам людям, я отдам, чтобы они изменили свою жизнь. Без этого я не мог бы поменять свою жизнь, 100%. Причем я буду давать вещи, которые проверил на себе, то есть 100% работающие, да, 100% работающие. Как я, скажем, с доходом выехал в 400 долларов, да, имея, 600 долларов имея на руках, пришел в доходы к 3 миллионов долларов, примерно, да. Может быть, небольшой скачок, но я вам это покажу, как это можно сделать. Вот, поэтому на тренер VIP2000 gmail.com и тренинг я буду проводить в декабре и в январе, повторю обязательно, чтобы правильно поставить цели на 2020 год. Правильно, да, помните, как я говорю, правильно нужно делать, потому что то, что мы имеем сегодня, это то, что мы себе создали в своей голове. Если кто-то недоволен своей жизнью, это так вы хотели, так вы прописывали свои желания в голове. Неверно мы это делали, нас никто не учил. Этот тренинг нужно было давать каждому 18 лет, на самом деле. Если бы мне дали этот тренинг 18 лет, я бы создал другую жизнь. Поэтому у нас есть чем заниматься в это время, декабрь и январь. Это можно после работы, нужно заниматься собой, уделить себе и выделить 3-4 дня. Я постараюсь уложиться в 4 дня, хотя на самом деле у меня получается 5-6. Я постараюсь уложиться в 4 дня. Меньше не бывает, меньше не получается. Не получается. Я уже и так все сократил. И самое-самое, никакой воды будем работать серьезно. Никаких вспомогательных слов. Чистая работа. Я думаю, что человек должен посвятить себе 4 дня для того, чтобы начать менять свою жизнь. И исполнять свои желания, а не чужие. Я изучил все, что есть в этом вопросе. И пришел к выводу, что я должен сам выступить по этому вопросу. К сожалению. К сожалению. Не могу взять ничего. У людей готово. Потому что люди то ли не договаривают, то ли вьют воду из 3-4 часов 5 минут информации. Это меня не устраивает. Поэтому, как говорил Папанов, буду коротко, но сильно. Коротко, но сильно. Посмотрите вступление. Если кого-то мое вступление не устроит, то значит тренинг еще для вас не нужен. Не нужен. Надо еще подождать. Но те, кто хотят, те, кто готов, милости просив, я организую, делаю и вышлю информацию. Причем для членов аксесс-маркетинга я делаю специальные условия. Специальные условия, чтобы люди чувствовали, что есть забота. Что есть забота. Что все в мире не так уж и плохо. Вот, собственно говоря, вот эту информацию я всего хотел сообщить. Поле подробно ждите. В ближайшее время, может быть, в среду будем договариваться. Завтра, понедельник. Я думаю, что они выйдут на работу. И в понедельник будем договариваться, чтобы нам в среду дали тренинг. Дали информацию подробную. Подробную. Как обещали. Вот, к сожалению, я не готов дать еще информацию, потому что у меня самого еще очень много, так сказать, непонятных, непонятных моментов в голове. И поэтому будем ждать информацию от компании. Если у вас ко мне есть какие-то вопросы, я готов на них сейчас ответить. Месячная оплата аккаунта мы будем оплачивать из своих денег. Если у вас не хватает месячной оплаты аккаунта, ну, во-первых, аккаунт не надо оплачивать. Аккаунт оплачивать не надо. Если по квалификации, если по квалификации у вас не получается делать квалификацию, если у вас там нет дохода, то и не надо делать квалификацию. Если у вас есть годовая оплата 59,95, то вам не надо делать квалификацию, если у вас нет дохода. Нет такого, чтобы оплачивание аккаунта. А если вам нужен хостинг оплачивать, значит, ну, оплачивайте хостинг, там, 10 долларов у нас. Если 59 долларов есть, то это на год вам хватает, вам не надо. В следующий раз через год. Я думаю, что мы... Смотрите, во-первых, люди покупают пакеты. То есть я вижу по своим, по комиссионам, пакеты покупаются. То есть люди покупают. Ну, они как бы рассчитывают нас совершенно на другое. Китайцам мне нравится, как они это организованно. Ну, да, или вот организованно, вот скажем, один человек пригласил другого. То есть они знают, что есть сегодня продукты, университет, который есть, то, что сегодня есть, да, то есть реально. И та реклама, которая сегодня реально есть, и те веб-сайты, которые сегодня можно реально делать. У нас очень хороший по веб-сайтам, очень хороший у нас этот продукт, очень хороший. То есть их это устраивает, то, что есть сегодня, их это устраивает. Плюс, если они подписывают, они знают, что он подписал человека, он имеет 400 долларов. 400 долларов. Вот он двоих подписал, он имеет 800 долларов. Что делают те? Там они тоже идут по очереди, говорят, те подписывают, тоже имеют по 800. Тогда он имеет еще проценты. Понимаете, получается, что они все равно зарабатывают. У нас немножко другой подход был у многих. Ну так получилось. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Так получилось, что нас люди смотрели на ипоинты. Сколько я имею в день. На самом деле, я все время критиковал, вы знаете, эту схему, потому что это прибыль. Мы не можем эту прибыль требовать ежедневно. Потому что, не знаю, у компании бывают, скажем, расходы в каких-то месяцах. Поэтому все будет переноситься на год, на конец года. У тех людей, у которых сегодня собрались хорошие показатели, у тех будет вообще хорошо в конце года. Они получат хорошие деньги в конце года. Те, кто не сумел создать себе в клубе учредителей, создать себе источник дохода, кто не сумел пока, значит, ну в следующем году. Ничего страшного. То есть, все переносится как бы на показатели в конце года, на клуб учредителей. Когда компания войдет ипио, это будут деньги от ипио туда. И плюс продажа продуктов хороших. То есть, тот же, собственно, гамаркетинг, только он будет без айпоинтов. Я вам скажу, с этими айпоинтами многие до сих пор уже за 5 лет ничего не поняли, что это такое вообще. Я вот сколько раз объяснял, в общем-то я дошел, как они работают, что это как бы ведро, или лейка, в которую с одной стороны наливаются айпоинты, а с другой стороны выливаются. То есть, вы как бы поливаете сад, с одной стороны, а с другой стороны вы должны наливать воду, если закончится вода в лейке, то нет там ничего. Но я вам скажу, сложно было объяснить, многие так и не поняли. Поэтому то, что они это убирают, для меня это вообще, ну слава богу, вы понимаете, ну слава богу. Потому что, ну правда, непонятно, и когда маленькие премии, люди обижаются, они недовольны, говорят, ну я как, я вот положил 2000, а мне там, не знаю, копейки какие-то дадут. Ну и он прав, правильно? Человек прав, что, поэтому, поэтому я думаю, что они сделают сейчас хорошо, правильно сделают. У нас на УКО, да, понимаете, ну это как бы не бизнес зачах, это компания умышленно свела айпоинты, умышленно, понимаете, потому что нельзя их сегодня, нельзя их платить. Понимаете, нельзя, оно не соответствует там каким-то, короче говоря, нормам, нельзя. Понимаете, не то, что компания не хочет, видимо, нельзя. Поэтому она другим способом, то есть она сказала так, что никто деньги не проиграет, ни один человек не проиграет денег, то есть уже хорошо, да, что люди не пострадают. Это раз. Второе, она сейчас сделает так, чтобы людям было выгодно пользоваться этими продуктами, два, и чтобы люди зарабатывали деньги. Это нормально. Я думаю, что на продажах мы обгоним всех. Есть хороший продукт, который люди поймут и разберемся, мы обгоним всех. Плюс мы сделаем так, чтобы люди умели делать эту правильно рекламу и разбирались в сегодняшнем интернете. Потому что интернет меняется каждый день. Интернет, ну не каждый день, скажем так, но месяц, он меняется. Ну, продукты на просторах СНГ вообще не востребованы. Уже толчимся три года, над этими толку нет вообще. Ну, такой вопрос Игорь написал. Ну, я вам скажу, что, ну, вопрос такой сложный, да, то есть как бы за всех я бы не стал бы говорить. Почему? Потому что у меня есть группа людей, которые работают в Союзе, которым очень нравится конструктор сайтов. Очень нравится. Говорит, что очень нравится. Мы в нем разобрались. Я вам скажу, действительно, там этим всем перетаскиванием, как оно все забрасывается, да, очень удобно этим пользоваться. Дальше. Через наш, через наш, через наш, через нашу систему рекламы, да, Эдвью. Друг-то выходили на первые места в гуглах. Мне люди звонили просто, просто в восторге. Да, с июня у нас пошли какие-то там проблемы. Где-то июль, август были проблемы. Я не знаю, как сейчас это наладилось уже или еще не наладилось. Но программа заработала, ротатор все заработал, там были какие-то проблемы. Были проблемы. Я вам скажу, я вам даже открою секрет проблем. Я вам открою секрет проблем. Нам индусская команда, в прошлом году заключили с индусами контракт, и индусская команда нам должна была подготовить часть продуктов. Вы помните, они нам должны были подготовить к марту, потом там к апрелю. Я все время, так сказать, звонил, они переносили сроки. Был с ним сделан контракт, когда они сделали эти продукты, сделаны были продукты, они затребовали сумму, там, в несколько раз больше, чем это было по контракту. Что у них там расходы какие-то непредвиденные были. Я думаю, что, так сказать, были такие вот проблемы, да. Вы знаете, что программисты, с ними всегда могут быть проблемы, потому что он сделал, а потом он говорит, а теперь я хочу, так сказать, больше, дай мне больше. Вот. Во всяком случае, сегодня эти вопросы решены. Сегодня эти вопросы решены. И компания, компания сейчас наладила, наладила другие продукты. И как-то по-другому эта реклама будет сейчас делаться. Как-то по-другому, я не знаю как. Но должно быть лучше. До сих пор не работает Велокал. Ну, Велокал у нас еще никогда не включил, не включался еще. Мы ждем включения, мы ждем. Мы ждем включения всех продуктов. Можно в iSkype, есть воплощение. Мой Skype. Мой Skype. Ну, я напишу. Мой Skype. 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 Пожалуйста, Мой Skype можете написать. Я отвечу на все вопросы. Вы понимаете, самое главное, еще раз хочу повторить. Самое главное, что компания стоит твердо на ногах. Ну, бывают проблемы. Вы же знаете, что они бывают. Компания выходит. Она с каждым, каждый сказал, не пострадает. Ни один человек. И все, что мы говорим по IPO, по клубу учредителей, убирается только iPoint. Кредиты она переводит нам в деньги. Сейчас некоторые люди получат огромные деньги. Вы знаете, огромные деньги. Потому что люди накликали там, не знаю, миллионы, миллионы, миллионы кредитов. Некоторые есть за десятки лет. За семь-восемь кликали. Понимаете? И вообще, сегодня смотрите. Даже просто вы можете сегодня сто раз покликать. Сто раз покликать. Ну, я вам скажу. Я вам не скажу, что, скажем, человек может поставить там пять-шесть компьютеров. Я этого не могу вам сказать. Скажем. И одновременно себе там, или... И одновременно себе сделать там, я не знаю, пять-шесть раз по девяносто. Я не могу вам этого сказать. Поэтому, то, что сегодня компания увеличивает в три раза, я думаю, что тоже неплохо. Для того, чтобы люди немножко, так сказать, себе подкликали. Подкликали. Все-таки ход. Все-таки ход. Все-таки за работу. Плюс вы понимаете, что там работает партнерская программа. Если все так начинают кликать, то начинает срабатывать совершенно другая схемка. Но это не главное. Это не главное. Я понимаю, что это небольшие деньги, там, накликать за год, там, пару тысяч долларов. Это небольшие деньги. Но все-таки. Все-таки, да, там, 90 долларов в месяц. Это 900, там, или тысячи с чем-то в год. А если там 3-4 компьютера, ну... Считайте сами. Ну, смотрите, поэтому всегда нужно владеть ситуацией, владеть ситуацией, и, как бы, это реклама в интернете, вы же понимаете. Реклама это такая штука, что люди платят миллионы долларов, и, может быть, вообще ни одного звонка с этого, ни одного. Это реклама, сегодня нужно ее понимать. Поэтому я и взял сегодня очень дорогой курс у самых-самых лучших в мире людей, которые в этом разбираются, для того, чтобы владеть этим досконально, да, досконально, научиться постоянно. Та информация, которая у меня была, она устарела, она устарела, и я уже, ну, по-старому подходить нельзя к этому. Все в мире по-другому. С учетом социальных сетей сейчас все изменилось. Поэтому многие рекламные компании должны тоже меняться. Что делать? Я вам еще раз говорю, вы увидите, что через 5 лет, сегодня этого еще нет, через 5 лет вы увидите, что будет делаться в интернете. В день можно накликать 0,4 доллара. Почему? Если вы кликаете 100 раз, это значит 300 раз. 300 раз, да? Это 300 кредитов. 300 кредитов, да? Умножить на 90 дней. Сколько получается? Может, я ошибся. 300 кредитов умножить на 90 дней. Сколько получается? То есть, извиняюсь, на 30 дней. На 30 дней. Это получается 9 тысяч. Это 9 долларов, да? 9 долларов. Я ошибся, да? 9 сказал 90. 9 тысяч – это 9 долларов. Да, немножко меньше, я сказал. Я ошибся на 10 долларов. Но неважно. Но неважно. 9 долларов, значит, получается... Это, значит, если у вас команда, группа, значит, будет больше. Будет больше. Я почему-то считал, да, посмотрите. Я почему-то считал, что 90. Ну, возможно, я ошибся. Возможно, я ошибся. Из этих тысяч. Возможно, я ошибся. Там, получается, 1 за 4, да, наверное, 9 долларов. 9 долларов получается. Ну, если вы только новенький, если вы только новенький, то... Ну, все равно, смотрите, это то, что есть. Если у вас нету команды, и вы не собираетесь ее строить, потому что у тех людей, у которых команда, они получают проценты. И там, получается, довольно неплохие цифры. Неплохие цифры. Еще что за поиски? Ну, давайте послушаем от компании, как они для нас... Что они нам скажут? Давайте послушаем от компании. Что они нам еще скажут? Что они нам... Как они нам скажут, что мы... Какие у нас есть возможности? Я, например, сегодня вот взял продукт по... По университету, вот по изучению иностранного языка. Мне это интересно. Я не знаю, насколько вам это будет интересно. Конференция в Гонконге. Вот спросим у компании. По датам конференции вы спросите в компании, что это будет. Но я вам скажу, что китайский регион, Китай, Япония, Гонконг, Таиланд, Корея, Сингапур. Но они просто мощно идут вперед. У них очень-очень мощные стимулы. Они идут вперед и настроены очень позитивно. Как нашу группу, так сказать, заинтересовать? В чем можно заинтересовать? Ну, нужны какие-то особые, наверное, интересы по продуктам. Видимо, потому что просто подписание нашим, так сказать, не подходит. То есть то, что делают китайцы и японцы, нам это не подходит. Нам подходило вот пять хорошо и подходили пайпоинтов. Я думаю, что сейчас нам будут подходить просто продукты. Хорошие продукты, я думаю, нам будут подходить. Если компании удастся заинтересовать их продуктами, значит, это должно быть интересно. Я думаю, что для наших людей очень интересен еще сам просто пункт айпио. Просто пункт клуба учредителей. Вы понимаете, вот они, допустим, выполняют, мало то, что они зарабатывают деньги с того, что они просто приглашают, да, продают пакеты. Это как бы продажа. Плюс они выполняют большие очень нормативы по клубу учредителей. Ну, почему-то нам это, наши люди почему-то, не, отдельные, отдельные так и делают. Отдельные люди, я смотрю, все равно продолжают покупать продукты, продолжают покупать пакеты, но в массовом порядке это не происходит. Ну, мы должны воспринимать так, как оно есть. Надо воспринимать так, как оно есть. Вот как идет, так и правильно. Мы не можем ни на кого давить, мы не можем никого заставлять, мы не можем, человек должен принять решение самостоятельно. Ючат, я думаю, что он будет называться не другому, не ючат, и это будет с 1 февраля. Это все будет с 1 февраля. Новые продукты с 1 февраля. Сказали подождать до 1 февраля. Я сейчас взял направление по личной эффективности. Поднять личную эффективность. Поработать немножко над своими планами. Как раз вот январь месяц, поработать над своими планами. Это очень серьезная работа. Если ее сделать один раз в жизни, правильно, один раз в жизни, вы запускаете очень мощный механизм. Очень мощный механизм. Я вам рекомендую посмотреть вот это видео. В e-mail.com. Прямо наберите в адресной строке. И буквально в течение часа с чем-то посмотрите. Я примерно там даю направление. Почему это нужно делать? Почему это должен делать каждый человек? Иначе он свою жизнь не поменяет. Иначе будет то, что было. До тех пор, пока мы остаемся тем, кем мы есть, у нас ничего не произойдет в жизни. Мы можем ждать, других ругать, что они нам не дали, что они нас не обеспечили, что они нас там обманули, или еще что-нибудь. Во всех случаях наш это выбор. Это всегда наш выбор. Всегда наш выбор. Всегда спрашивать нужно себя, что я не так сделал, что у меня вот так вот получается. Какие вопросы еще будут? Какие вопросы? Я вам скажу, Аксесс будет хорошей компанией. Тот, у кого хватит терпения, потому что люди сразу хотят, чтобы все было идеально, но такого не бывает. Такого не бывает. Тот, кто хочет, чтобы все было идеально, такого не бывает. К сожалению, жизнь из жизни навсегда диктует, особенно, когда ты зависишь от программистов. Наша работа зависит от программистов. Мы в головы программистов залезть не можем. Они все держат в своих руках. Какого бы вы ни взяли программиста, а здесь большие, дорогие цены и очень дорогие программисты, они все держат в своих руках. Если они там что-то вдруг изобрели, каким показалось, сверх какое-то там сильно, они, как говорится, начинают, начинают, и никогда не, до начала, до того, ты это не видишь и не знаешь. Я сам договаривался недавно с программистом, мне нужно было сделать программу, все договорились, все сделали, по рукам ударили, все, а потом он говорит, а ты мне еще пару тысяч должен добавить потом, через какое-то время. И все, ты никуда не денешься, надо добавлять. Иначе он говорит, тогда я ухожу. Ну хорошо, давай, не уходи, то есть, с ними надо дружить, они сегодня, либо самому овладеть, либо самому, а самому это очень сложно, мы же не можем сейчас пойти все и начинать становиться программистами. Поэтому, вот такая вот ситуация бывает, она может быть, она должна быть предсказуемой, ее нужно предвидеть. Всегда должна быть подушка безопасности, подушка безопасности у любого человека, всегда должна быть подушка безопасности. В тот случай, если что-то пойдет не так, это в жизни, и как это правильно сделать, как построить свою жизнь, как вытащить из себя то, что я хочу, те, что на самом деле. Ну что мы хотим чего-то, мы это получаем, а удовольствия, ну никакого, ну нету радости, на жизнь не радует, получили, все имеем. Почему сегодня, скажем, многие там, новые русские, имеют все-все-все имеют, они довольны. Стреляются, убивают, то-се, не рады. Казалось бы, да, другой человек думает, у него столько денег, столько у него все есть. Почему же ему не радоваться? Почему же ему, так сказать, не быть довольным тем, что он имеет? А вот недоволен, потому что живет не своей жизнью. И он уже не может ничего сделать, он уже, он не может это бросить, он не может отказать. Может, ему по жизни нужно делать совершенно другое, совершенно другое. А он делает то, что ему, то, что он делает. Поэтому я решил сделать этот тренинг дважды, причем в конце декабря, чтобы поставить цели на 2015 год и подвести итоги 2014 года. Правильные итоги, правильно себя оценить, правильно, по-честному себя оценить, сделать план на 2015 год и повторить это же самое, повторить в начале 2015 года. Потому что кто-то не успеет, кто-то не получилось, что-то там не знает, причем это надо сделать дважды, может быть, даже потом еще и трижды повторить. Потому что я считаю, что самое важное, самое важное, прежде чем мы начинаем строить свой дом, если мы уже посредине стройки, да, и запутались посредине своей жизни фактически. Я думаю, что те люди, которые чувствуют, что у них что-то в жизни не так, со здоровьем что-то не так, или что-то не так с деньгами, нет тех денег, которые он хотел бы, или что-то не так с отношением в семье, там, с другими людьми, с близкими людьми, или что-то не так с карьерой, или что-то не так в физическом плане, там, с физкультурой, и все с другими вещами, то я думаю, что этот тренинг для этих людей, потому что жизнь свою надо строить, ее нужно вести. Само ничего никогда не пойдет. Не пойдет. И счастье тоже нужно строить. Счастье нужно строить свое. Это возможно? Абсолютно. Абсолютно возможно. Некоторые люди зазнались, что они там какие-то там уже непонятно крутые. Я на это все это быстро охлаждаю в таком случае всегда человека. Я говорю, вот представь себе, вот ты себя считаешь таким крутым, зазнался, что ты уже там всего достиг, все умеешь, все знаешь, можешь со всеми спорить, всем диктовать. А ты просто, говорю, подумай, просто подумай. Вот какая огромная Земля, огромная Земля, громаднейшая Земля. А ты на этой Земле такой маленький. Ты такой маленький. А теперь представь себе, что есть такая планета, как Сатурн. Земля, по сравнению с этим Сатурном, это малюсенькая, малюсенькая, маленький шарик. А Сатурн огромный, огромный. Это в нашей системе. Но если сравнить этот Сатурн, огромный Сатурн, сравнить с Солнцем, – это такой ничтожный, маленький этот шарик, Сатурн, с огромным Солнцем. А если сравнить это Солнце в нашей Солнечной системе, там огромное количество планет. А если сравнить эту Солнечную систему, этот Солнечный Млечный Путь, наш Млечный Путь, в котором мы находимся, если сравнить со Вселенной с другими системами планетарными, Вы знаете, сколько их? Миллиарды, миллиарды таких систем, как солнечная. Миллиарды. Где солнечная система? Это маленькая система. Есть другие системы, которые в миллионы раз больше, чем эта солнечная система. Огромная. Представьте себе, у меня есть картинки, я подготовил к тренингу. И представьте себе, если посмотреть на весь мир, на фотографию, то столько планет там, столько систем, я даю официальную цифру, официальную цифру даю, что в мире столько планет, что если собрать все песчинки, все песчинки на всех пляжах мира, то планет гораздо больше и звезд. Гораздо больше. Вообще невероятная цифра. Я тогда опять возвращаю сознание человека к нему. Я говорю, ну представьте себе, насколько ты ничтожный. И твоя гордыня ничтожна в этом мире. Успокойся. Не требуй так, как ты себя ведешь и требуешь. Никто тебе ничего не должен. В мире работают законы. И за тобой никто не следит. Никто. Не стоит там какой-то дядька с бородой и следит за тобой, если там что-то не сделает, возьмет тебя на кажа. Нет. Есть законы во вселенной. Они работают автоматически. Все на автомате. Как бизнес. На автомате. Ты так и не так сделал. Не так посмотрел. Бизнес сработал. Автомат сработал. Ты не то что-то подумал. Не то что-то сказал. А у тебя 60 тысяч мыслей. И все. Более того, ты психуешь, ты нервничаешь. Я говорю, а я тебе говорю, приходи на мои тренинги. И я тебе в самом конце дам фишку. Как то, что ты нервничаешь, как ту энергию, что ты психуешь, что ты ведешь себя как ненормальный, как ее перевести в деньги. Я думаю, что против этого нет никакого отгонения. Вот я думаю, что вот на такой вот ноте я все-таки, наверное, сегодня закончил вебинар. Цель моего вебинара сказать, что аксесс есть, аксесс будет процветать, время аксесса еще придет, красивое, хорошее время. Поэтому я считаю, что мы должны держаться. Мы будем вести, так сказать, я буду следить за этой информацией. Как я это начал 5-6 лет назад. Я буду, так сказать, с аксессом. Потому что я думаю, что эта компания все-таки должна сказать свое хорошее слово. Ну, еще раз повторю хорошую ноту, что все люди, которые потратили сюда какие-то деньги, если они еще эти деньги не заработали, они все равно не потеряют. Не потеряют. Вот на такой вот хорошей ноте я закончу сегодняшнее свое выступление. И мы будем ждать хороших, хороших, хороших новостей. Всех вам благ. До свидания. Хорошего настроения новогоднего. Начинаются новогодние праздные праздники. Поэтому нам важно подвести итоги уходящего 2014 года. Было что-то и хорошее, и не очень. Но то, что не очень, оно нас научило. И мы стали еще лучше, еще сильнее. Поэтому очень важно нам все-таки никогда не сдаваться. Если что-то не получается, воспринимать только как урок, а не как поражение. Тогда будет результат. До свидания. Я надеюсь, что мы скоро с вами встретимся на 30-часовом моем тренинге. И после этого тренинга я убежден, что каждый 100% начнет менять свою жизнь. Я это постараюсь, чтобы так и было. До свидания. Счастливо. Всех благ. До встречи.